Каждый день через этот пост проезжают больше двух тысяч грузовиков. Товар в Новороссийский порт везут машины почти со всех регионов страны. Каждую перед въездом в город взвешивают на вот таких специальных весах. Цифры с точностью до килограмма фиксирует компьютер. Он же подает специалистам сигнал, если КАМАЗ или фура идут с лишними тоннами. На мониторе высвечивается осевая нагрузка транспортного средства и общая масса. Если автомобиль проходит с перегрузом, значит выдаётся звуковой сигнал о перегрузе. Камеры фиксируют госномер автомобиля, число, месяц и время прохождения транспортного средства через весовую платформу. С перегрузом здесь останавливают почти 10 машин в сутки. Больше положенного вес считается свыше 38 тонн. Впрочем, нарушают правила не только въезжающие, но и въезжающие. За ними тоже установлен контроль. При этом о том, что в кузове автомобиля лишний груз, иногда не догадываются даже сами водители. Какой ущерб дорогам наносят грузовики с перевесом, можно увидеть даже здесь, на посту контроля. Из-за лишних тонн рядом с весами образовалась вот такая асфальтовая колея. Всего за один год на краевых постах весового контроля было остановлено больше 12,5 тысяч автомобилей с перевесом. Это десятки километров разрушенных кубанских дорог и сотни миллионов убытков из бюджета региона. Решение этой проблемы сегодня принципиальная задача, считает Александр Ткачёв. На краевом совещании с главами районов, мэрами городов и правоохранителями губернатор требует усилить весовой контроль. Кубань сегодня становится полноценным транзитом региона и через наши морские порты проходит почти половина всех внешнеторговых грузов России. Ежегодный грузоборот одного только автотранспорта у нас почти 21 миллион тонн. А с началом строительства моста через Керченский пролив интенсивность движения, больше грузов в северо-западной зоне края наверняка вырастет в разы. Конечно же транспортные перевозки это существенная статья доходов в бюджет края, но у медали есть и обратная сторона. Мы каждый год несем почти полмиллиарда рублей убытков из-за того, что большегрузы развивают наши дороги. И в результате края вынуждены с года в год латать одни и те же дороги, вместо того, чтобы двигаться вперед и строить современные транспортные развязки. Впрочем, разрушают кубанские трассы не только приезжие транзитные большегрузы. Немалая доля нарушителей среди местных перевозчиков, докладывает губернатор и его заместитель Джамбулат Хатуов. В таком случае ответственность должны нести все уровни. От водителя и организации до руководителя ГИБДД и главы муниципалитета. Если в каждом муниципалитете есть начальник ГИБДД и глава, которые входят в состав комиссии, то из их районов автомобили с перегрузом не должны выезжать. Оксан Николаевич, решением комиссии в рамках вашего поручения дано указание в недельный срок провести в каждом муниципалитете встречу со всеми работодателями, со всеми заведующими гаражов, со всеми уполномоченными в целях проведения разъяснительной работы и составить реестр, что все предупреждены о том, что перегруз автомобилей, которые выезжают на дороги к краю федеральные, недопустим. За лишние тонны водитель сегодня может на полгода лишиться прав, а также заплатит 2,5 тысячи рублей. А вот организации, которая отправила машину с перегрузом, придется раскошелиться почти на полмиллиона рублей. Такая разница в штрафах сегодня лазейка для многих перевозчиков, рассказывает начальник краевого управления ГИБДД. Решить эту проблему смогут поправки в кодексе административных нарушений. Уклоняясь от больших денежных штрафов, перевозчик грузового транспорта перерегистрирует его на физлицо. Данный фактор приобретает массовый характер. Можно внести изменения в КОАП Российской Федерации. Законодательное собрание края обладает правом законодательной инициативы. Необходимо повысить административную ответственность водителей физических лиц по статье 12.21 части 1 до уровня ответственности должностных лиц и увеличить срок лишения права управления до 1 года. Эта мера наиболее эффективна в отношении перевозчиков. Однако только увеличив штрафы, сохранить магистрали не получится. После того, как на нарушителя оформили акт, машина с перевесом продолжает свой путь. А значит и продолжает разбивать дороги. Для того, чтобы задержать и выгрузить из автомобиля лишнее, на Кубани сегодня нет специальных площадок. Краевыми властями принято решение. Останавливать Камазы и фуры на обочинах будут с помощью так называемых блокираторов – стопоров для колес. Ведь по ГОСТу достаточно всего лишь твердого покрытия. Но чтобы выявлять лишний груз, необходима круглосуточная работа всех постов весового контроля. Заостряет внимание ткачев. Сегодня в трех районах они просто закрыты. Мы ни в коем случае не против движения грузового транспорта по дорогам края. Напротив, мы обеими руками за привлечение в регион инвесторов и с транспорта в логистической отрасли. Но давайте будем друг другом честными. Если идет перегруз, то, как и во всех развитых странах, за это нужно заплатить. Именно эти деньги, в конце концов, дают нам возможность ремонтировать дороги. Однако здесь еще одна проблема. И она уже непосредственно относится к нашей с вами работе. О каком, скажите, эффективном весовом контроле в крае может идти речь, когда большинство стационарных постов можно легко объехать. Сегодня каждая копейка на счету, тут миллионы рублей утекают сквозь пальцы. Я поручаю краевую комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выработать четкий механизм контроля за перегрузами. Оцените логистику, изучите опыт других регионов, если нужно. Но уже через две недели конкретные предложения должны лежать у меня на столе. Уже с завтрашнего дня на Кубани стартует месячник по контролю за транспортными перевозками. Работу возобновят шесть стационарных постов. Объехать их в нарушителей не получится, заверяют сотрудники госавтоинспекции. Передвижные пункты взвешивания установят на всех дорогах-дублерах.